всем привет как всегда спасибо за то что вы здесь за то что вы пишите комментарии за то чтобы материально поддерживаете канал закончил с благодарностями но в моей душе их неизбывное количество просто поэтому все в порядке спасибо и я продолжаю историю ну какую историю просто свои эмоции высказываю по поводу своей любимой группы rolling stones уже без артикля просто rolling stones так повелось 1983 год under cover пластинка который вызывает у половины примерно любителей групп rolling stones восторг у другой половины соответственно негодование потому что ну потому что стиль изменился немножко здесь на данном этапе хотя на мой взгляд ничего не изменилось просто просто такие песни написали и так их сыграли а стиль то все тот же почему я сейчас расскажу но это мое мнение конечно все же складывается из мелочей из случайных казалось бы историй встреч столкновений про которые забываешь потом а выясняется что из них и складывается твоя линия линия твоего поведения а линия твоего поведения диктует результат к которому ты идешь следуя этой линии так вот в 1982 году кит ричард столкнулся в аэропорту с чаком берри и чак берри увидел его закричал брат обнял расцеловал и они расстались довольны друг другом из чего следует что чак берри забыл о том что два года назад он вломил киту ричардсу промеж глаз а точнее в глаз и оставил большой-большой синяк кит ричардс похоже не забыл про это но он был рад такой встречи с чаком берри одним из своих любимых музыкантов и настроение его вероятно изменилось плюс к этому он перестал употреблять практически перестал употреблять разные запрещенные и уже сейчас даже не запрещенные в америке препараты из-за чего здоровье его пошло на поправку голова тоже встала на место и он озадачился озадачился борьбой со своим главным и единственным соавтором и коллегой миком джаггером потому что миг джаггер решил записывать новый альбом совсем уже такой попсовый в тренде восьмидесятых с электричеством в смысле с этими самыми с различными клавишами и делать его легким танцевальным что киту ричардсу решить не нравилось потому что он он великий гитарист и великий рок-н-ролльщик и великий блюзман что слышно на всех практически альбомах группы rolling stones он он прекрасен и он придерживался и придерживается этой своей гитарной истории которая не ввязалась с тем что хотел сделать миг джаггер напряжение нарастала 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 эти самые провода звенели пока шло электричество между джаггером и ричардсом и это дало прекрасный результат ну как мне кажется дало вот этот вот альбом under cover который вышел в 1983 году и получился ну невероятно ломовым просто ломовым хорошем смысле этого слова смысле энергичным быстрым бодрым тяжелым громким страшно громким по моему это самая громкая запись rolling stone за всю их историю несмотря на то что песня it must be hell последняя она хотя и выдержана в ритме таком прямом достаточно как и весь альбом практически но она прямо отсылает нас к альбому let it bleed и если чуть-чуть там ее опустить на уровень 68 69 года по звуку по всему да ну по технологии она прямо встанет в альбом let it bleed прямо вот оттуда она как будто бы и выдрана осовремененные вставлены сюда хотя на самом деле нет конечно потому что эта пластинка отличается от двух предыдущих тем что все песни написаны специально для этого альбома и все песни новые как вы помните пластинка татую она вся состоит из старого материала из материала записанного начиная с 1972 года и соответственно до начала восьмидесятых ну это все переработана это все переиграна перепета новые тексты написаны да но основа песен была вся уже готова много-много лет назад здесь все песни новые все песни написаны под этот альбом даже it must be hell которая как я уже говорил как будто бы просто пришла и 69 года к нам но удивлению моему не было предела когда я впервые услышал этот альбом это было в москве дома у саши лепницкого и собственно это и было восемьдесят третьем году он мне поставил даже не пластинку а кассету искал от рыба послушай новый rolling stones вышел я стал слушать и грузаше это что это где а где rolling stones а где это все вот это вот нашу ритм и глюзовость вот это любимая где куда это все девалось он говорит слушай слушай дальше слушай дальше я дослушал до конца да it must be hell потому что да это супер это сути с каждой песней так все было более суперски 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 два первая песня просто вырубила напрочь on the cover of the night это такой какой то это такое неприходящее непроходящее неприходящее место на неостановимое зверство натуральное такого зверства rolling stones не было никогда и джаггер поет звериным совершенно голосом в десять раз сильнее чем на всех предыдущих альбомах вместе взятых откуда такая мощь взяла у него всегда был мощный голос кто бы что тут не говорил на самом деле он а ты у него отличный блюзовый мощнейший голос у джаггера а здесь на on the cover of the night он просто переплюнул сам себя и заревел диким зверем плюс конечно ударные плюс бас плюс аранжировка и аранжировка и и так это вот так это подкуп меня подкупает rolling stones меня подкупает кит ричард своими гитарными аранжировками своей игрой ну с роном вудом здесь вдвоем да ну командир то все равно мы понимаем кто и как он играет как какие у него как у него разнесены гитары как у него точно все это выстроенность придумано и совершенно непредсказуемо синкопки аккордики звуки как четко все это с каким умом и с каким тактом как тонко одновременно и мощно это сделано я не знаю с кем сравнить не с кем не с кем сравнить и в плане гитаризма и если говорить о гитарных рок-группах это конечно номер один кит ричардс это величайший в этом смысле величайший групповой гитарист я не говорю там про соревнования гитаристов идиотский кто быстрее сыграет что-то это все чушь собачья главная музыка главное как человек играет в группе и как он выстраивает звук группы вот здесь это тут клейма негде ставить насколько это здорово и undercover of the night это одна из мощнейших песен вообще в истории рок-музыки наверное такую такой бешеный акт следующий номер шиват хат который еще больше потрясает меня своей гитарной игрой своей аранжировкой и бешеным пением мика джаггера и как все сделано как с бэками там работа по проведена и как как сделаны бэки когда голоса не синхронно до поют двухголосий трехголосий а когда они немножко разнесены и такой такой бар бардачность некая такая получается как будто второй вокалист не попадает в первого по ритму да ну понятно что в тех условиях в которых записывалась группа rolling stones при их возможностях при их деньгах при их мастерстве при их опыте спеть точно друг в друга не составляет никакого труда это специально сделано так вот разнесено такой вот не то чтобы пьяный на такой халявный хор но не всегда иногда ровно иногда так чуть-чуть разнесено такая живость так классно так просто цепляет и отличная мелодия шиватхат простая гармония но со смещениями с развитием очень здорово если кто-то спросит что такое смещение в гармонии послушайте шиватхат я имею ввиду бриджи которые там между куплетами присутствует то you up the pain of love это просто молотилова под которую можно отдохнуть после первых двух убойных номеров under cover of the night и шиватхат просто молотилова хорошая джаггер поет все в порядке rolling stones на месте и вот здесь мы понимаемся я говорю как лектор и мы понимаем с вами здесь да что то что хотел сделать миг джаггер смысле танцевальности в смысле современности смысле в смысле восьмидесятых годов в песне under cover of the night и шиватхат это сделано но ричардс его развернул немножко боком если бы он оставил прямо на публику вот так вот был бы просто танцпол сплошной а ричардс его повернул со своей гитарой присовокупив еще ровно вуда присовокупив бас и барабаны и получилась неземная музыка она с одной стороны и танцевальная да такая с одной стороны восьмидесятническая с другой это такой тяжелый rolling stones of sky rock гитарный что которого не было по сей пору еще не играли такого они такую мощи wanna hold you прекрасная песня которую поет кит ричардс такая вот такая вот по-другому я не могу ничего показать и рассказать вот такая но она кайфовая такая и он так здорово поет на самом деле кит с этими а своими просто кайф просто наслаждение его слушать филан бэби вдруг неожиданный даб опять-таки развернулся здесь кит ричардс который потрепал джаггера по плечу и сказал давай давай я специалист вообще в этой вот музыки в ямайкской и во всей остальной вас восточной и южной африканской я сделаю все как надо и сделал филан бэби настоящий да прямо с ямайки приехал сюда все по уму что называется а джаггер спел как он умеет а умеет он очень хорошо длинное полотно дабовая и можно помедитировать и потанцевать если кто-то умеет под даб танцевать я не умею например я могу только слушать и качать головой филан бэби ну а на второй стороне тумас блат злобная дикая бешеная песня и вспоминается мне сразу термин который придумал дэвид боуэ металлическая диско и вот это самое металлическая диска на двух песнях тумас блат и pretty beat up в полный рост тумас блат с адской духовой секции которую тоже кит ричардс присовокупил туда как он умеет как он как он любит и получилось какое-то бешенство просто если on the cover of the night это тяжелое злобное бешенство то тумас блат несмотря на страшные тексты своей про кровь естественно и все остальные значит прелести по музыке это просто такое веселое бешенство дикое веселое бешенство можно назвать это диска как угодно перед диска металлическая диска сказал дэвид боуэ записал несколько пластинок в том числе с гип-попом таком направлении в таком ключе и слова стиль не произнес сейчас произнес в таком ключе отличная танцевальная музыка и при этом этот кит ричард с кит ричардовский рок-н-ролл пресс beat up вторая песня она мне напоминает очень сильно песню лурида диска мистик если кто-то помнит такой я про нее расскажу потом отдельно она хорошая просто скажу металлическая диска смотрел у рид диском мистик тяжелый гитаризм на псевдо диска основе очень круто очень круто тут от тут от вот песни если которыми здесь не нравится она какая-то ну она какая-то какая-то как как-то как обычно все а вот all the way down она интересно она как будто такой простецкий рок-н-ролл простецкая такая история на двух аккордах а потом вдруг какие-то бриджи такие изменения гармонии вниз пошли аккорды туда-сюда и и начинал совершенно странный какой-то непонятный в общем композиторы настоящие rolling stones and the cover пошел пить и переслушиваю еще разик пока